Офтальмологический центр не нуждающийся в представлении. Уже более 20 лет Айнакос лечит взор североказахстанцев, качественно исполняя заданную миссию. Этому способствует наличие профессионального подхода, новейшего оборудования, смелости и человеческого отношения клиента. Как знаменитому центру Глаза удалось завоевать данную репутацию, расскажет наш корреспондент. Центр Глаза Айнакос насчитывает 24-летнюю историю, годы кропотливой работы, профессионального роста, завоевывания репутации и, что самое главное, доверия клиентов. У Айнакос множество заслуг, гордость здравоохранения, лучший офтальмологический центр, лидер года. Однако, как отмечает Олеся Леонтьева, наивысшей наградой для них является открытый и здоровый взор пациентов. Центр Глаза Айнакос оказывает стационарную, стационарно-замещающую помощь, амбулаторно-поликлиническую, как для взрослого и детского населения. Наша задача на ранней стадии выявлять заболевания глазные, помогать людям сохранить зрение, чтобы люди видели красоту, мир, семью. Айнакос распахнул свои двери 26 марта 1999 года. Основателем является Любовь Леонтьева, врач-офтальмолог и микрохирург с 45-летним стажем. Знания и опыт Любовь Павловна передала своим преемникам – специалистам, которые сегодня трудятся на благо здоровья пациентов. В этом году Айнакос провели более 2000 операций. Клиенты центра поделились впечатлениями. «Мне провели операцию по лечению катаракты. Два года назад я также лечилась в Айнакос. Как и тогда, всё снова прошло хорошо. Сейчас прохожу дополнительные обследования, после чего меня выпишут. Благодарю специалистов за проявленное внимание. Желаю всем здоровья». «Этот глаз не видел вообще, а этот уже на нет. Газетную строку я не мог читать, не хватило зрения. Только за главой читал. А сейчас читаю. Служба чуть не бегом бегает, обслуживает. Обходчивые такие». В центре трудятся четыре высококлассных специалиста в области офтальмологии. В микрохирургии врачи консультативно-диагностической помощи. Среди них Сергей Бородкин. В Айнакос мужчина работает с 2008 года. Его специализация – выявление заболеваний органов зрения, проведение операций по удалению хрусталика, лазерная хирургия и снижение внутриглазного давления при глаукоме. Сергей отмечает, что в Айнакос трудится элита сферы здравоохранения и, как следствие, изменился подход лечения. «Минимальная травматизация и инвазивность данных методов позволяют быстрее восстанавливаться пациенту после операции и быстрейшему его выздоровлению. Раньше, когда оперировали по поводу катаракты, пациент находился на стационарном наблюдении. Это лет 10-15 назад. Производились инъекции и дополнительное наблюдение. Сейчас на данный момент это все переходит на амбулаторный уровень, на дневной стационар. То бишь, пациента можно прооперировать. Сама операция 5-10 минут протекает, инсуляцию капель провести и отпустить домой». В преддверии Дня пожилых представители Айнакос сделали приятный подарок своим клиентам. Петропавловцы могут пройти бесплатный скрининг по сахарному диабету. Также в центре имеются квоты на лечение в дневном стационаре. Акция действует с 1 по 30 октября. Запись по номеру 51-19-37. «Каждый месяц у нас посвящен какому-то заболеванию. А ноябрь месяц у нас будет по глаукоме. То есть мы будем, у нас есть своя база пациентов. Мы выбираем пациентов, приглашаем их, приглашаем доктора. Мы часто приглашаем докторов зарубежья. И наши доктора первые обучаются, вторые получают квалифицированную помощь и от других докторов с других стран». Центр использует оборудование американского производства. К примеру, один из таких стоит 30 миллионов тенге. Нельзя не отметить, что это один из показателей уровня отношения местных специалистов к своим пациентам. Центр не планирует останавливаться на достигнутом. Клиенты веряют им свой взор. Айнакос, в свою очередь, никогда их не подводит. Тамерланд Леубаев, Анатолий Белоног, Служба новостей.